Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала, обувные маньяки и просто любители обуви. Сегодня у нас три похожих пары. Вы, наверное, сразу узнаете, если вам показать это сбоку, что это за пары. И мы потихонечку начнем. Значит, первая пара это Мансон Рейнджер. Вы не ослышались, Мансон Рейнджер. Не Айрон Рейнджер, а Мансон Рейнджер. Имя ей дала колодка, а колодки имя дал доктор Мансон, который в начале 20 века разработал эту геометрию колодки для солдат американской армии. То есть он измерил там 2000 человек и сделал такую средненную колодочку, которая для большинства была, по крайней мере, не травмирующая. Ее отличие от традиционной восьмой колодки от Рейнджера, это то, что она более широкая и у нее такой профиль более под пальцевую дугу. Под пальцевую дугу подходит. Примерно миллиметра на 3-4 она шире. Это первое отличие. И, наверное, самое главное, Мансонов. Ну и второе это кожа. То есть эта модель первоначально была сделана для Японии небольшим тиражом. И вот потом она сделана так же, как эксклюзивная небольшая, небольшой тираж для Европы. Вот эта вот кожица называется White Ash Settle. Бог его знает, что это обозначает. Что-то белый пепел какой-то. Ну, в общем, здесь вот эта кожа уже патинирована. Кожа тоже имеет небольшой pull-up эффект, хотя и поменьше. И со временем она становится вот такой. То есть она была светлее. Просто из-за того, что она долго хранилась, несколько лет, это, по-моему, 2018 года пара, она уже приобрела патину, будучи ее еще и не носили. И эта кожа тоже хажирована. И если на нее капнуть водой, то вода не впитывается. То есть кожа пропитана еще чем-то. Ну, пропитана водоотталкивающим составом. Обычно в Full Grain они пишут кожа, но я сомневаюсь, что это Full Grain, хотя может быть. Это анилиновая покрашенная кожа, дубление смешанного и жированное. Вот мы видим у нее белый рез. Соответственно, она покрашена только сверху. Сверху и с бахтармянной стороны. Соответственно, это просто анилиновое окрашение, после чего она промаслена и на нее нанесен воск, который вы можете видеть, если вот так вот. Pull-up эффект такой, когда этот воск расходится трещинками. Вот, pull-up эффект. Теперь, скажем, по толщине кожи. Значит, 2 мм, 2,2,1. 2,2,1. 2,4, 2,5. Толщина кожи. То есть, вот, толщиномером. Вот. 2,35. 2,40. Ну, в общем-то, я сказал уже, да, что здесь, вот, 2,1. Во всем остальном, вы видите, по фурнитуре она одинаковая. Еще у нее есть перфорация. И отрезной носок, вот этот вот, он более короткий. Это из-за формы колодки. То есть, она просто немножечко покороче и пошире. Вот, и поэтому у нее такой более короткий отрезной носок. Вот это вот, чем она в основном от рейнджеров отличается. Также на ней немножечко более строчка из более мелких стежков. Здесь, вы видите, стежки широкие. Высота каблука одинаковая. Сейчас скажу, сколько здесь высота каблука. В общем, 1,7 мм примерно. Почти 2. 1,5-2 мм. Вот так вот. И эти каблуки одинаковые у них. Что у рейнджера нравится? Нравится это то, что такая вот, она действительно форма красивая очень. То есть, вот этот вот нисходящий верхний кант берец, характерный, узнаваемый. Вот такая. И достаточно длинная задинка. В общем, вот. И такой вообще профиль такой достаточно агрессивный. Агрессивный. Вот это вот нравится. Нравится. Что здесь по сборке, мне лично не нравится. И это просто из опыта, что у людей тоже бывают проблемы с этим. Это то, что здесь тоже, опять же, у этой модели нету проложки. То есть, на рант приклеена сразу подошва резиновая. Резина с кожей довольно-таки трудно клеится и непрочно держится. Особенно, если площадь склейки очень маленькая. А здесь она действительно маленькая. Поверьте мне, это всего лишь рант. Вот. Дальше идет пробка, которая вообще не клеится. Соответственно, все это достаточно быстро разбалтывается и начинает отсюда течь вода. То есть, что на этой, что на этой модели. То есть, гарантировать непротекаемость этих моделей, хотя бы какую-то, хотя бы в минимальной степени, невозможно. Они будут течь. Вот. В общем, вот это, собственно говоря, и не нравится. Могли бы просто поставить какую-то проложку. Ну и второй, вот такой небольшой моментик. Это вот это вот место. Это называется обводка по-нашему. Можно ее кранец назвать. Она здесь сделана из красного картона. Сделана очень, видите, неаккуратно. Красный картон и совершенно не заглаженный, какой-то весь подранный. Вот. Здесь тоже картон. Но только цвет коричневый. Вот. Вот. То есть, как будто бы это какая-то наша старая советская обувь, которая тоже на картоне делалась иногда. Вот. В общем-то, а так вот подошва. Да, еще что не нравится, это вот то, что подошва. Вот здесь вот. Вибрам 430 протектор. Вот. А каблук винговский. То есть, вот такое смешение тоже. Мне, например, не нравится. То есть, лучше уж вот так вот. Это хотя бы из одной серии. Вот. Теперь я расскажу вот про эту модель. Потому что говорят нам иногда, рассказывайте про свои модели. Вот. То есть, это модель, которая похожа на вот эти вот. То есть, она сделана по образцу Iron Ranger. Вот. Ну, конечно, она сделана вручную. То есть, ручная обувь, она... Вы знаете, хотите, не хотите, она всегда лучше, чем... Она всегда лучше для ноги. В общем, она всегда лучше, чем магазин. Практически всегда. Какие у нее преимущества. В общем, первое. Это то, что она собрана не на каучуковые клея. Вот здесь вот каучуковые клея. Вот. Она собрана на крахмальный клей, который не дает пленки и обувь дышит. Во-вторых. Если вот здесь вот подносок и задник, они здесь довольно крепкие. То есть, сделанная вот эта вот часть обычно из картона идет, а вот эта вот часть идет из целастика. Ну, в общем, это термопласт. То есть, и все это посажено на каучуковые клея. Это практически не дышит. Вот. То есть, здесь это кожа двухмиллиметровая, такая жесткая кожа. И вот здесь вот трех с половиной миллиметровая жесткая кожа. То есть, это все точно дышит со всех сторон. Дальше. Рант вы видите здесь в цвет верха. И вот про то, про что я говорил. Здесь есть проложка. Вот проложка. Всегда рекомендуется ее ставить, потому что эта проложка, это кожаная. Кожа с кожей очень хорошо клеится. То есть, рант и проложка ее практически невозможно оторвать, потому что это кожа с кожей. Клей берет ее намертво. Вот. И потом уже только на всю площадь, уже сравненную к коже, клеится резиновая цельная подошва. Вот. Практически тоже ее оторвать невозможно, даже если она немножко и отстанет, то вода никуда не пройдет. Вот. И все это скреплено нитью. Вот. И эта нить у нас утоплена. Утоплена. Вот. Здесь она, кстати, не утоплена, но тоже таким натяжением, что она практически тоже утоплена. Вот. Тоже молодцы. Вот. В общем-то, вот. Ну, наборный каблук. Вот. Урез его. То есть, модель получается более нарядненькой такой. Все. В общем-то, но самое главное преимущество, как я не устаю повторять, обуви сделаны на заказ, это то, что она подходит под ногу. Вот колодка данной модели. И вы видите, что она здесь вот добавлена. Это то, что у человека косолапая нога. И, конечно, здесь есть поддержка свода, которой нету вот в этих вот двух моделях. Поддержка свода позволяет рационально распределять нагрузку. То есть, при ходьбе у вас нога будет как бы в корсете, и она будет меньше уставать. То есть, обувь сама будет помогать вашей ноге. Вот. Посмотрите на кривую после каблука. Вот. Вы видите разницу. То есть, при одной высоте каблука поддержка свода у красной пары есть, а у черной пары ее нет. И это только то, что видимо. То, что не видимо, скрыто, там еще выше. Вот эта пара весит 1800 грамм. Вот эта пара весит 1600 грамм. И вот эта тоже 1800. То есть, вот эти вот две весят одинаково. Потому что у них одинаковые по толщине подошва. Вот. И вот эта пара весит 100 грамм. Ну вот, в общем-то, я все, наверное, рассказал. Прошу прощения, если там что-то я там хвалился. Нет, я говорю, что преимущества основные в обуви ручной. Это впорность. Впорность, удобство для ноги. Вот. Это вот самое основное. Второе. Это гигиеничность. То, что она лучше дышит. Это, наверное, самое главное. Ну и третье. Это просторы вашей фантазии. Вы можете заказать любую обувь так, чтобы она была красива и для вас. Ну и, естественно, она меньше протекает. Она гораздо плотнее собрана, чем заводские пары. То есть, если вы пойдете в лужи вот в этой, по лужам, и вот в этой, это будет две, как говорят евреи, это будет две большие разницы. Вот. По крайней мере, может быть, первый раз еще это выдержат, но вообще это будет две большие разницы. На этом все. Прошу прощения, если кого-то обидел. И следующий ролик у нас будет посвящен вот этой вот паре. Вот. Недорогая, но очень достойная обувь. Все, наверное. Ну да, на этом все. Все. Всего доброго. До свидания. Бог помощь. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok